Когда плеча назад, уставлять ногу вперед. И в тот момент силы в плечах будет больше. Все очень просто. Нужно знать базу. Важно контролировать ритм лошади. Собранный голубь, средний голубь, прибавленный голубь. Без всяких дополнительных усилий. Управление должно идти балансом, не тянуть на себя. Должен быть хороший контроль лошади. Лошадь должна идти прямо, потому что очень важно заходить на прыжок симметрично. И лошадь должна менять ноги на голубе. Автоматически, легко. Вот три главные составляющие. Контроль, движение прямо, ленка ног. После отработки этих элементов у вас уже будет база для того, чтобы начать прыгать. И еще один важный момент. Это позиция всадника на лошади, чтобы не отвлекать ее и дать возможность преодолеть препятствия. Если всадник будет учиться конкуру, не забывая эти базовые моменты, очень прогрессивно, без забывая эти важные ключи. Окажется, что это не так сложно. Я знаю большое число всадников без особого таланта. Они хорошо ездят и могут брать высоту 120 см достаточно легко. Хорошая техника порой важнее таланта. Многие юные спортсмены, которым говорят о таланте, забывают о технике. Но так это не работает, к сожалению. И так в любом спорте. Работать, усердно работать. Повторять, доводить все до автоматизма. Наш партнер – лошадь. Лошадь – это уникальное животное. В природе лошадь не хищник, она боится всего. Если собака, увидев что-то незнакомое, большое животное, бросится на него, то лошадь, увидев белку, пускается на утек в обратном направлении. Поэтому важно в паре стать капитаном. А лошади отвести роль солдата. Чем больше вы будете руководить, вести лошадь, тем больше это будет цениться, будет более безопасно. Но нужна техника. Наш партнер не очень умен, он не человек. Вам нужно найти подходящий язык, чтобы научить его. Но все упирается в технику. Я не против. Но это может быть хорошо для одних лошадей и плохо для других. Потому что некоторые лошади теряются в кавалете, особенно в коротких. Для меня это упражнение не для начинающих всадников. Кавалете – это фиксированная дистанция, которую вы определили. И подходить к ним нужно на правильном галопе. Но если амплитуда движения на галопе у вас не совпадает с этой дистанцией, может произойти катастрофа. Если я положу кавалете на расстоянии 3 метров и заставлю идти лошадь на высоком галопе, она может не справиться. И это будет опасно. Можно положить джерди на дистанции 90 сантиметров на рыси, но здесь также очень сложно угадать с ритмом рыси. И это может закончиться не лучшим образом. Таким образом, кавалете – да, но не для начинающих. У меня нет заранее программы, по которой мы будем работать в голове. Сегодня, например, я решил внести изменения, потому что манеж небольшой, много людей в центре. У меня не было плана. Я раскидал препятствия сюда, сюда, сюда. И вы видели, получились хорошие упражнения для всех.